В этом доме нет газа и отопления, но это не все проблемы ростовчанина Валерия Фоменко, инвалида-колясочника первой группы. Здесь, в комнате на 12 квадратных метров, он живет вместе с лежачей 80-летней парализованной матерью. Передвигается мужчина по квартире с трудом. Дверные проемы не позволяют проехать на коляске. По словам Валерия, он обращался в администрацию Октябрьского района с просьбой предоставить ему другое жилье. Мужчину поставили в очередь на квартиру как нуждающегося. Сейчас он примерно во второй или третьей тысячи и подозревает, что его очередь подойдет не скоро, так и умрет, не дождавшись новоселья. Я хочу добиться квартиры. Я буду нанимать адвокатов и буду судиться с городом. Мне положена квартира, положена, но они не считают так. По словам юриста, для того, чтобы инвалиду получить квартиру вне очереди, необходимо обратиться в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты проведут обследование нынешних условий и смогут сделать вывод, насколько они пригодны для жизни. Далее необходимо собрать пакет документов. В случае, если сейчас в комиссии будет принято решение о том, что его жилье не соответствует условиям для проживания инвалида, то можно претендовать на получение жилья во внеочередном порядке. В администрации города нам ответили, что знают о ситуации Валерия Фоменко. Ему оказывают соцподдержку на оплату коммунальных услуг, а также адресную помощь с 2021 года по настоящее время. Однако, по словам самого инвалида, таких мер недостаточно. Если ты живешь в трущобе, даже самые обычные бытовые дела затруднительны. Мне просто нужно нормальное жилье, чтобы нормально я мог на коляске ездить по квартире, подъехать к холодильнику, достать кастрюлю, также заехать в ванну, перелезть в ванну, искупаться. Анна Абросимова, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.